Сегодня у нас оригинальная закуска. Подойдет на любой праздник, на новый год, день рождения или 8 марта. Готовится просто, а продукты привычные. Подпишитесь и нажимайте колокольчик, чтобы увидеть и другие интересные рецепты. Для того, чтобы приготовить основу рулета, я возьму 7 небольших, некрупных яиц. Яйца немного посолим по вкусу, добавим черного молотого перца также по вкусу и взобьем яйца венчиком. Дальше к яйцам я добавлю 50 миллилитров молока и пару ложек сметаны. И снова взобью венчиком. Дальше я возьму одну морковку и потру ее натертую. Потертую морковку отправляю в миску ко всем продуктам. И, конечно, снова перемешиваю. Эту массу мы будем выпекать. Для этого я застелила противень пергаментной бумагой. Если мы не уверены, что от нее все прекрасно лепает, то смажем растительным маслом. Теперь я выливаю подготовленную массу и распределяю по поверхности, так, чтобы морковка легла достаточно равномерно. Отправляю эту основу выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов. Пока выпекается основа, я подготовлю начинку. Для начинки возьму 200 граммов феты и потру ее на терку. Можно взять другой подходящий сыр, например, адыгейский или моцареллу. Если у вас фета очень соленая, то я вам порекомендую основу из яиц не солить. Теперь к этой фете нужно добавить пару зубчиков чеснока. У меня чеснок мелкий, поэтому я добавлю 3 зубчика. Чеснок пропустим через пресс или мелко порежем. Чтобы придать большей пикантности закуске, добавлю еще немного черного молотого перца. И еще добавим сюда зелень. Количество, смотрите, по своему вкусу. Я беру вот такой небольшой пучок. У меня укроп и петрушка. Зелень измельчим. И отправим в тарелку к фете или другому сыру. Объединить все эти вкусы у нас сметана. Добавим 2-3 столовых ложки. Все это перемешаем. Начинка готова. Основа у меня выпеклась. На это ушло 12 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Времени может понадобиться немножко больше или немножко меньше. Дам этой основе немного остыть. Теперь этот омлетик я переверну. Более яркой, более нарядной стороной вниз. Здесь у нас, видите, на первый план вышел черный перец. Сверху выложим начинку. Начинку распределим по нежной основе. Начинку равномерно распределили. При этом вот этот край я оставляю немного пустым, чтобы начинка не вылазила из рулета. И теперь сворачиваем рулет. Дальше я рулет качу обратно. Заворачиваю в эту же бумагу. Шов, рубец остался в рулете снизу. Теперь я отправляю его в холодильник на час или больше, до того момента, когда его уже можно подавать и нужно подавать на стол. Рулет отдохнул и пора на праздничный стол. Вот такая оригинальная закуска на праздничный стол. Из привычных продуктов у нас получилась. Яркая и пикантная. Если этот рецепт вам тоже понравился, ставьте лайк и подписывайтесь. Пишите комментарии. Хорошего вам застолья, веселого, душевного и прекрасного самочувствия. Увидимся в следующем вкусном видео. Субтитры сделал DimaTorzok